Итак, у нас сегодня экстренное включение. Все уже слышали про новости о том, что платежная система МИР уходит из Турции и банкоматы и отели уже отказываются принимать карты платежной системы МИР. Сегодня мы расскажем, что в действительности происходит и что мы думаем по этому поводу. Ты на канале Turkey Space. Погнали! Всеобщая паника нам не ясна. Можно подумать, что эта карта МИР – это какая-то жизненная необходимость. На самом деле она не так уж и распространена в Турции. Она получила свое распространение в Анталии, а в Стамбуле ей можно рассчитаться только в некоторых местах. Нужна она только для того, чтобы вывести свои деньги из России в Турцию. В Анталии, например, огромное количество русских предпринимателей, с которыми мы, например, общались и они в частной беседе рассказали нам, каким способом они принимают расчеты карты МИР. Уж не будем сдавать этих людей, называть пароли и явки, но скажем лишь о том, что они нам сказали, что они привезли посттерминалы из России в Турцию и через них принимают здесь оплату картой МИР. Мы вообще не очень большие специалисты в области посттерминалов и межбанковских расчетов. Мы не можем утверждать, правда это или нет, то есть за что купили, за то и продали. Но если ты в этом разбираешься, напиши об этом в комментариях, нам очень узнать, правда это или нет. Но даже если представить, что совсем нигде нельзя будет рассчитаться этой картой, ну то есть сначала Ижбанк отказался принимать карты, затем остальные банки постепенно подтянутся, за банками и остальная индустрия подтянется и никто не будет принимать этой карты, то всегда остаются другие варианты обналичить свой пластик. Мы вот допустим за полгода жизни в Турции ни разу не пользовались картой МИР, только лишь пытались пару раз снять деньги, чтобы рассказать тебе, наш подписчик, о том, можно это сделать или нельзя это сделать. Поэтому лично нам совсем непонятен этот ажиотаж вокруг этой новости, о том, что карты МИР перестали принимать в Турции. Существуют другие способы вывода денег из РФ, они всем известны, он меня отвлекает. Так кушает аппетитно, мне тоже хочется. Мы допустим выводим деньги из РФ другим всем известным способом, на данный момент их как минимум два, и они с каждым днем все увеличиваются, и как бы они без участия картой МИР происходят. А по поводу отказа отелей от расчетов картой МИР, так эта проблема вообще выеденного яйца не стоит. Туроператоры просто-напросто начнут использовать другой способ перечисления денег отелям, например, напрямую на их расчетный счет, то есть без участия платежной системы МИР. Так что не поддавайся всеобщей панике, пока работают терминалы, пойди сними себе денег с запасом, чтобы у тебя было время, если что, адаптироваться к новой реальности. А после, когда терминалы перестанут принимать эти карты, то ты сможешь обналичить свои деньги другими способами. Они абсолютно легальны и находятся в открытом доступе, надо всего лишь погуглить и проявить чуточку инициативы. Люди быстро привыкают к комфорту, а мы в свою очередь считаем, что граждане РФ давно должны привыкнуть к тому, что их страна и комфорт это два совершенно разных понятия. Всегда нужно быть готовым к тому, что твоя страна подкинет тебе очередного кота в мешке, и пора бы уже обзавестись иммунитетом к таким вещам, и тогда трудности уже не трудности, а всего лишь очередная новая задача. Ты был на канале Turkey Space, подписывайся на наш канал. Всем пока. И не паникуй. Субтитры сделал DimaTorzok